В жизни Роберта было много хобби, но попугаи занимали особое место. Всегда удивительно, как эти маленькие птицы могут запоминать слова и фразы, особенно когда вы уделяете им время. Однажды Роберт решил научить своего попугая Пете одному слову, его собственному имени. Роберт, повторял он снова и снова, и Пете стал повторять это имя, издавая забавные звуки. Мало кто мог предположить, что это не просто игра, а что-то, что станет ключом к спасению. Однажды ночью, когда Роберт спал, его сон прервался настойчивым криком. «Роберт! Роберт!» Это был Пете, и его голос звучал странно тревожным. Открыв глаза, Роберт увидел, что комната наполняется дымом. Сердце его заколотилось, когда он осознал, что происходит пожар. Он мгновенно схватил свои важные документы и попугая в клетке, и бросился к выходу. Все вокруг было окутано дымом, но благодаря Пете, он смог выбраться на свежий воздух. Пожарные прибыли через несколько минут, но они смогли лишь предотвратить распространение огня на соседние дома. Робертов дом был полностью разрушен, но он спас свою жизнь и жизнь своего попугая. В тот момент, когда Роберт стоял и смотрел на то, что осталось от его дома, он понял, насколько неоценимую роль сыграл Пете. Одно маленькое слово, наученное для развлечения, оказалось на вес золота, когда речь зашла о жизни и смерти. «Спасибо!» — Пете прошептал он, поглаживая попугая через прутья клетки. Петя взглянул на него и произнес еще раз, но теперь с новым смыслом Роберт. С того дня, каждый раз, когда Роберт слышал свое имя из клюва Пете, он не мог не улыбнуться, осознавая, что иногда спасение приходит откуда не ждешь.